Четвертая книга Моисея. Числа. Глава шестнадцатая. Корей, сын Ицгара, сын Кафов, сын Левин, и Дафан и Аверон, сыны Елеава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы. Восстали на Моисея и с ними, сынов Израилевых, двести пятьдесят мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им, полно вам все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря, завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте. Корей и все сообщники его, возьмите себе кадильницы, и завтра положите в них огня и всыпьте в них курение пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят, полно вам, сыны Левиины. И сказал Моисей Корею, послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы, при скинии Господне, вы стояли пред обществом, служа для них. Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства? Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него? И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елеава. Но они сказали, не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей этих ты хочешь ослепить, не пойдем. Моисей весьма огорчился и сказал Господу, не обращай взора Твоего на приношение их, я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них. И сказал Моисей Корею, завтра ты и все общество Твое будьте пред лицом Господа, ты, они и Аарон. И возьмите каждый свою кодильницу и положите в них курение, и принесите пред лицо Господне каждый свою кодильницу, двести пятьдесят кодильниц, ты и Аарон каждый свою кодильницу. И взял каждый свою кодильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в Скинию собрание. Так же и Моисей, и Аарон. И собрал против них корей все общество ко входу в Скинию собрание, и явилась слава Господне всему обществу. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, отделитесь от общества сего, я истреблю их во мгновение. Они же пали на лица свои и сказали, Боже, Боже, духов всякой плоти. Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. И встал Моисей, и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. Это шли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими, и сыновьями своими, и с малыми детьми своими. И сказал Моисей, из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои, и поглотит их, и все, что у них, и они живые, сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только Он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех двести пятьдесят мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисей, говоря, скажи Елеазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных, и огонь выбросит вон, ибо осветились кадильницы грешников с их смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лицо Господа, и они сделались освященными. И будут они знамением для сынов израилевых. И взял Елеазар, священник, медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника. В память сынам израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лицо Господне, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. На другой день все общество сынов израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорили, «Вы умертвили народ, Господень!» И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господне. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисея, говоря, «Отсторонитесь от общества сего, я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону, «Возьми кадильницу, и положи в нее огня с жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения четырнадцать тысяч семьсот человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею, ко входу скинии собрания, после того, как поражение прекратилось. Продолжение следует...